В виртуальное путешествие на озеро Джека Лондона приглашают магаданцев. За ним закрепилась слава-место притяжения романтиков и профессиональных альпинистов. Экспедиции со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть своими глазами колымское чудо природы. 10 октября в Молодежном центре состоится выступление магаданского фотографа Алексея Ворона и путешественника Атабалы Косумова о экспедиции на озеро Джека Лондона. Группа провела месяц в Верховьях Колымы в Ягоднинском районе. С середины августа до середины сентября фотографируя и снимая на видео пейзажи озерного края, покоряя вершины Абориген и Сибик-Тиэллах, погружаясь на глубины озера Джека Лондона. 10 октября инициаторы встречи представят отснятые в экспедиции материалы. Подробности организаторы пока держат в тайне. Мы расскажем про нашу экспедицию, что мы видели, где побывали, что повидали, что открыли, что закрыли. Все это будет показано, рассказано, но и заодно анонсируем кое-что. Таким вот, коротко так вот, если. В целом, вообще, съемка велась у нас и с воздуха, и на земле, и под водой. Я еще там нырял, поэтому есть что показать, есть что рассказать. Людям будет очень интересно, я думаю. Путешественники, которые помогут отправиться в виртуальные путешествия на озеро Джека Лондона, заверяют, что полученные в ходе экспедиции материалы уникальны и будут представлены широкой публике впервые. Встреча состоится в 19.00 в Малом Зале Молодежного Центра. Вход свободный, приглашают всех желающих. Озеро Джека Лондона лежит посреди красивейшей горной страны, обрамленное изубренными пилами сурового хребта. Его водное зеркало в обрамлении лиственничных склонов напоминает фьорды Норвегии и озера Шотландии. Сторожилы рассказывают, что свое название озеро получило благодаря необычной находке, сделанной первооткрывателями. Когда водоем был обнаружен, на берегу исследователи нашли томик Джека Лондона Мартин Иден. Но доподлинно общеизвестно, что звучное имя озеру дал геолог, который в 1932 году исследовал местные водоемы Петр Скорняков. Он увлекался творчеством Джека Лондона, и северное красивое озеро очень понравилось геологу. Субтитры создавал DimaTorzok